Павел Николаевич, ходят разговоры, что миноритарии вновь обратились с исковыми требованиями, теперь им не нравится, что люди собирают народный миллиард. Как вы это можете прокомментировать? Ну, народ собирает деньги. В помощь коллектива совхоза и лично Грудинина Павла Николаевича. Там все проверили юристы, аудиторы, все в соответствии с законом, мы получили все консультации. Но миноритарии, на самом деле, просто прикрытие бандитов и бандиты, которые стоят за ними, пытаются всячески блокировать работу совхоза, довести его до банкротства, довести меня до банкротства. И даже больше, чем два с половиной года мы с ними бьемся. И, как видите, совхоз пока работает. Поэтому, несмотря на то, что суды их поддерживают, к сожалению, причем во всех абсолютно совершенно бездарных исках, которые они дают, ну, бывает, что... Но в любом случае деньги же поступают на расчетный счет совхоза за Грудинина по такому-то делу. Мы будем судиться, а в конечном итоге деньги, которые приходят, они спасут совхоз от банкротства. Это известно всем. Нам как минимум 200, почти 200 миллионов рублей нужно собрать для того, чтобы заплатить налог. А миноритарии-то, они же вроде как акционеры, но делают все для того, чтобы развалить хозяйство. Рано или поздно, как это есть, другой суд, помнишь, да? Мы божий суд на перстнике разврата, как писал Пушкин. Поэтому мы надеемся, что все-таки мы в этом суде добьемся справедливости какой-то. Хотя, конечно, за спиной вот этих вот так называемых миноритариев, а на самом деле это абсолютно, на мой взгляд, неадекватные люди, которые в свое время были уволены из совхоза или которые вообще никакого отношения к совхозу не имеют, стоят, конечно, очень серьезные силы, которые с помощью коррупции, с помощью телефонного права пытаются вот это вот наше хозяйство, которое является гордостью, на мой взгляд, не только Московской области, но и Российской Федерации, каким-то образом развалить, уничтожить. Мы им не дадим этого сделать. Вы действительно обратились в Европейский суд по правам человека с жалобой? Ну, тут нет никакой политики. Дело в том, что когда ты не можешь найти защиту и справедливость в российском суде, ты, конечно, будешь обращаться в вышестоящие инстанции. И поэтому мы обратились туда, и не только я, и другие акционеры, которые пострадали от действий вот этой, на мой взгляд, абсолютно преступной группировки. Потому что из 44% акций, которые были у меня в момент моего движения кандидатов в президенты, об этом все знали и все проверили, их было 44, 42, почему досталось моей супруге. Не кажется ли это просто странным любому человеку? Или можно ли за один день оформить инвалидность, а потом через неделю улететь на горнолыжный курорт? Это все уже доказанные вещи, причем есть экспертизы, судебные экспертизы. Понятно, что там полностью нарушение и прав человека, и прав акционеров. Поэтому эти обращения будут, и их первое обращение приняли для рассмотрения. Но это долгий путь, это же путь. На самом деле лучше всегда добиться справедливости у себя дома, не обращаться никуда. В связи с несением поправок к Конституции, где написано, что национальное законодательство превалирует над международным, в связи с этим есть какие-то перспективы у этой жалобы? Там не так написано. Там написано, что в случае, если решение Европейского суда будет признано неконституционным, то есть не соответствует нашей Конституции, то, может быть, тогда не будет пересмотра этого дела в наших судах. Но это долгий процесс. Я думаю, что тут однозначно все судьи видят, что там все вилами на воде писано. Как можно, например, по иску ко мне отобрать акции у моего знакомого, у друзей, у детей? Как это можно сделать? Там столько нарушений, что я думаю, что ни одно судебное решение не находится с таким огромным количеством нарушений. К сожалению, у нас нет справедливой судебной системы. Это факт. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!